Всем привет! Сегодня у нас 30 декабря и пора уже подпроводить итоги всего конкурса. Конкурс у нас какого было? 9 декабря, да? Ой, 9 ноября, вроде бы, да? Или 7 там? 8, не помню. Короче, 7, 8 или 9. И вот сейчас подведем итоги всего конкурса. Так, выспытание дня у нас сейчас стоит 5 дистанц. Кстати, я очень надеялся, что будет у нас с вами Мерфи Люмс. Потому что вот 5 дистанц будет закрыт двумя Мерфи Люмсами. Потому что вот здесь вот Мерфи Дистанц, да? И вот здесь вот, вот если мне стоило, наверное, Мерфи Люмс, это было бы очень хорошо. Потому что она бы закрыла бы 5 дистанц. Это было прям всем здорово. Но, к сожалению, у нас ничего закрытого нету. Так что вот так вот. Ну, и, к сожалению, ну, не знаю, не к сожалению, может, счастье. Ну, короче, ладно. Я не получу 2 даймондом. Потому что воспитание дня 5 дистанц, а там, ну, сами понимаете, почему я получу. А вот Ленд Люмс, я в экстримах. Я прям не могу проходить на даймонд. Типа для меня Ленд Люмса там всякие сложные. Это... Я даже уже могу не смотреть на даймонд, потому что... Ну, Ленд Люмс, это реально очень сложно пройти на даймонд именно экстрим. Посмотрите, я могу проходить все испытания на даймонд, воспитание недели. Воспитание дня на даймонд, все испытания. Но 5 дистанц не считается же, да? Хотя в недельном я могу попробовать 5 дистанц на даймонд пройти. Ну, и станет дня там... Ну, и экстрим. Вот в Мерфи Люмс я могу, если прям постараться, я могу в Мерфи Люмс в Тавер Спит получить даймонд. Вот единственное, где я не могу... Не могу получить даймонд, это, наверное, в Ленд Спит Экстрим. Ну, понятное дело. Ленд Люмс Экстрим и Пит Люмс Экстрим. Ну, там вот я прям не могу получить даймонд, там, потому что там надо прям большой такой скилл иметь. Ну, и давайте посмотрим уже результаты, да? Ну, ладно, ну, начнем с Экстрим дня. Что там, ну... Вот он, дольше 60. Вот, у них попова... у них появилось... У них появилось топ-3. VR у Сергио. Кстати, тут топ-10. Там последняя комната VeryHard 16, да? Где-то ошибки в Додже допускал. То есть я мог сделать там, не сколько, 400... 64 Люма мог сделать. Потом 400... Нет. В топ-10 все равно сложно будет попасть, потому что там... Короче, чтобы попасть хотя бы в топ-5, вам надо пройти в... было весь VeryHard 16. Это, конечно, я мог попробовать пройти весь VeryHard 16, но, блин... Что-то мне не хотелось просто проходить в Додже. То есть в топ-5 это возможно было попасть. Если прям постараться, если прям... Ну, не знаю. Ну, в VeryHard 16 я же хорошо прохожу. Так что у меня были шансы. Ну, я что-то не захотел проходить. Ну, вот, не попав топ-3 там. Ну и давайте посмотрим испытание дня. О, кстати, я хотел с... Блин, ну, то есть в топ-5 прям вообще капец. Я, короче, забыл про испытание дня. Я думал, у меня там даймонд будет. Я зашел, короче, за 20 минут, посмотрел. Там, у меня там золото показывается. Я такой... Такой у меня рейтинг 124. Блин, надо срочно исправлять. Потом у меня джойстик сел. Прикиньте, джойстик сел. И все. Потом я за 7 минут... Ну, за 7 минут я, естественно, ничего не смог сделать. Ну, здесь я бы смог бы даймонд сделать. То есть здесь, блин, это просто я чуть-чуть ступил. Ну, хотя какая разница, если все равно моя серия даймондов сейчас нарушится. Из-за пиддистанса, хоть как бы. Ну, то есть тут вот так вот. Ну, кстати, мне интересно, как я сделаю коннекофлору. Топ-1. Типа 3.43, но мне кажется... Не знаю. Вот здесь я в пиддюмсе, интересно, что не поучаствовал. Типа в пиддюмсе он же вот так вот ползок не что-то умеет. Но что-то он не поучаствовал. Ну, так вот. 3.43. Я вообще не понимаю, каким он способом прошел. Я пробовал всякие способы пройти как конн. Но, блин, это нереально. Я не знаю. Короче, реймонд легенд спал на всяких секретов, там эти багов, да? То есть, вот, допустим, мерферзет в пидд, в пид-спид, да? Это что-то новое, что же. Ну, так же в ленд спиде там что-то на шелканок, флорал, и все. То есть, тут тоже есть, надо прям поискать. Там, наверное, в каждом испытании есть вот какое-то вот такое вот это... Пробелы свои. Ну, да, в обычных точно есть. Ну, только надо поискать. Там доджин, наверное, тоже есть. Свои пробелы. Ну, вот. В плане дня. Приступить, что-то. Посмотрите, кто-то наступит. Я помню, там, Афаника было 14, там, 23, да? 14.03, не помню уже. У Артура Артема 14.58 вроде бы. В доже там тоже даймонд у него был. Я не помню, вот вроде бы Блудблейд не проходил эти испытания, потому что я смотрел за час до этого. Ну, за час он вряд ли прошел. Ну, Азенокс проходил, вот там два золота было. Вот он еще не похож, да? До шестяток проходил вроде бы. Ейнар не проходил, вроде бы, не проходил. Нет, вроде бы Ейнар не проходил. Ну, и все. И давайте уже подведем итоги. Ну, первое место получает у нас, конечно же, не Кипо, потому что он делает прям такие позитивные результаты. Довольно. В доже там топ-3, топ-2, топ-1, топ-7, топ-8. Тот же спид было у него. Тавр спид там делает топ-7. Что они хотят? Ленд спид? Ну, ленд спид, ленд люмс. Что-то я его не видел почему-то. А, нет, в одном ленд спиде было, да. Где PR буст проходил. Ну, это же PR буст, это же, это же, это же PR буст. PR буст не считается, так что, увы. Но все равно у него первое место. А, ну еще пид, 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 там, может еще какой-то, например, пидумс был. Это же такой конкурс. Аж с 7, с 8 ноября конкурс. Второе место Ейнар, потому что он в доджо, в принципе, хорошо старается. Вон еще. Дистанция вот хорошо проходят некоторые. Ну, после вот, хотя какие некоторые, Мерфи Дистанс, наверное, только и все. Ну, после Мерфи Дистанса он старался, там, 18 командел, 15, но сейчас он что-то разленился. То есть, все считали, что Ейнар будет проходить, типа, Мерфи Дистанс постоянно. Но сейчас он что-то разленился. И Мерфи Дистанс нифига не проходит. А прохожу его я теперь. Вот у меня топ-4, смотрите, видите. Я не знаю, буду я его еще гринить или нет. Но мне устраивает топ-4, у меня 40 километров. У меня все устраивает, в принципе. Если я буду в топ-10, самое главное, то все, отлично. Пусть будет топ-10. Да, вы не умеете к походу к люке, проходите. Хос и Балакс. Вот как-то он не умеет проходить к люке, но это же самое, легко. Этот чилик должен уметь проходить с Мерфи Дистан. Он в Ленд Дистан. Нет, ну в Ленд Дистан, конечно же, это. Мы все там. Там я не знаю, какой их люк был. Даже не знаю, как ему сказать, что это за люк. Смотрите. Ленд Дистан. Да, вот. Ну-ка, топ меняется еще? Или нет, или все? Блин, вот Аптин и повезло он топ-3. У меня топ-4, к сожалению. Я же говорю, что Аптин будет топ-3, а я топ-4. Хотя, мне показывается рейтинг-3. То есть, тут тоже, типа, я топ-3 или топ-4-тире. Аптин топ-3, наверное, топ-4-тире тоже. Ну, хотя, кому интересно рейтинг, да, ну, что Аптин в топ-3 и все, это значит, Аптин в топ-3, а я топ-4. Вот, смотрите, раз, у меня такой-то, у него такой результат у него, у меня и у него. Ну, да, кипи и за глюком. Ну, значит, там какой-то сложный, да, наверное, глюк был, раз, все вот так вот. Не знаю, даже Райан, Фосбалак и Аптин. Аптин все тоже на том же моменте. Ну, я надеюсь, что завтра будет хорошее испытание, потому что завтра будет у нас 31-го уже декабря. Давайте посмотрим варианты испытаний, что он может выпасть нам. Все уже вижу, там, от него раз, куда, что-то будет. Что он может выпасть в испытании дня? В испытании дня у нас может выпасть... Лендспид, Лендлюмс, Доджер-60, Доджер-спид. Ну, если честно, мне не нравятся такие испытания, я хочу дистанции. Блин, а Land Distance, блин, Land Distance не выпадет. А, я хотел Land Distance еще поиграть. Нет, ну, Training Room это, конечно, не знаю, Training Room не охота. Я хотел Land Distance поиграть, но, к сожалению, я в него же не поиграю в этом году, наверное. Блин, жалко, прям жалко. Потому что вот в Пидистанции, да, Land Distance, да, не будет же 2 дистанции в испытании дня. А здесь у нас Land Distance. Ой, да, Land Distance. Ну, а в экстриме у нас может выпасть... А, ну, Мерфи нет. Мерфи не может выпасть, потому что дистанции там в экстриме, но, ну, не глюмся, тут, ну, тут, не дамфи. Может выпасть Speed Speed. Speed Distance тоже довольно хорошо будет. Доджи 60. Доджи Speed. Доджи Distance тоже шикарно будет, если Доджи Distance все будет. Tower Speed и Tower Distance. Ну, Tower Distance я плохо прохожу, но, если оно будет, то все равно будет хорошо. Потому что дистанции я все люблю. Даже вот этот вот Пидистанций. Да, я уже вижу. Вот, вот, от топ-3, от топ-10 до топ-3 у вас будет 100% в золотом. Это прям 100%. Вот это топ-2, топ-1, это будет 100% в Diamond. Я уже знаю характеристику испытания дня. Сколько надо пролететь на Diamond, за сколько на золото. Да, конечно, сейчас кажется, что... Ой, у меня сейчас всего лишь там 3331 метр. Мне осталось побить всего лишь там 4 человека, и у меня будет Diamond, да? То есть у меня рейтинг 20, 4 человека, и это будет топ-16. Это Diamond будет. Ну, не все так просто. Может, я мне тоже делать? Пусть, ну, наверное, не пролететь. Ну, не знаю. Ну, блин, ну, это скучно будет. Хотя, какая скучно, мне интересно будет. Пролететь, там, миллион километров занять, там, 10-5 дистанций. Это тоже будет любопытно так. Типа, я же Наташ там делал на Урс-2, он просто сянул. Это было круто. Да, все, реально, это же было круто. Типа, я смотрел такой. Короче, мы делали... Я им делал глюк, да? Они там летели. Они там летели по 500 километров. Вот, 500 километров вот. Алина Тава летела туда, я помню. Алина Тава 500 километров прилетела. И потом на следующий день... Типа, я вообще не знал реально, что ли она на 500 километров прилетела. Такой, смотрю испытания. Реально, она там топ-10 была еще. Я надеюсь, ну, кто видел, Алина Тава была. Единственная. Хотя вряд ли кто уже помнит. Ой, блин. Все, не знаю. Хотя вряд ли уже кто помнит. Потому что это было уже очень давно. Да блин. Давайте посмотрим, кто-то читерил. Сейчас от всех... Не показывает. Ну ладно, повезло всем. Вот. Я Алина Тава помогал очень давно. Это было... В январе еще 20-22. Январь. Да, испытания уже все прошли. Ну, какого у меня часа показываются испытания? 19 октября. Неплохо. Ну, вот так вот. Так что, если вы сегодня увидите Андрей Кислефт в топ-10 пид-дистанс, да? У него там будет, там, не знаю, ну не тысяча, а может 900 километров. Ну, сильно не удивляйтесь. Я просто прошел по фанам. Так, ну и давайте тогда уже объявим места. Я же уже объявлял. Ну ладно, еще раз. Топ-1 Никопов. Топ-2 Янар. Топ-3... Топ-3 Я. Топ-4 фани PSV. Топ-5... Кто? Родион. Или нет. Топ-5 Янар. Топ-6 Родион. Топ-7 Азинокс. Топ-8 Лутблейд. Все. Места всем сказал. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.